Я вас категорически приветствую. История родной страны богата самыми разными событиями. В том числе такими, которые приводили к серьезнейшим изменениям в устройстве государства. Такое бывает не только у нас. Но тут буквально на днях все наблюдали, как частная инициатива чуть не привела к располу общества и развалу фронта. Так что, давай сегодня немножко углубимся в историю. Ситуацию вокруг Евгения Пригожина многие эксперты и аналитики немедленно сравнили с событиями 1917 года. Само собой, речь шла про Корниловский мятеж, который имел место в начале осени 1917. Мятежу предшествовал ряд важных событий, которые мы сейчас и рассмотрим. Ибо без понимания контекста того времени сравнивать данное явление с нашей действительностью просто нет смысла. Обозрим, так сказать, крупными мазками. Не вдаваясь в подробности, но про людей. Итак, 1917 год. Полным ходом идет Первая мировая война. Фронт изрядно истощил Россию. Народ раздражен. На передовой серьезные проблемы со снабжением. Снарядный голод и одна винтовка на троих – это все оттуда, из Первой мировой. Ситуация в стране потихоньку накаляется. И мало-помалу все начинает трещать по швам. Состоятельные граждане и в первую очередь члены царствующей семьи ведут себя безобразно. Кризис верхов к февралю 1917 года достиг апогея. Всенародное недовольство было вызвано причинами предельно простыми. Людям не хватало хлеба. Не было хлеба, а не новеньких айфонов и подписки на Netflix. Говоря попроще, людям нечего было жрать. Голод. Ну, а тут еще мудрое руководство огласило цели участия России в войне. Оказалось, что Россия хочет захватить Константинополь, он же Царьград. И турецкие проливы из Черного моря в Средиземное. И через эти проливы сразу можно будет гнать на продажу зерно в Средиземноморье. Тогда зерно играло роль нынешней нефти. Услышав такое, личный состав на фронте слегка обалдел. Дома дети от голода пухнут и мрут. А эти хотят зерно вывозить и продавать. Воевать за такое дураков не было. На улицах городов стояли огромные очереди с карточками. Не за мясом стояли, не за сыром и шоколадом. За хлебом. В феврале хлеба стало не хватать катастрофически. В деревнях магазинов и карточек не было. Но ситуация была ничуть не лучше. И вот на этом фоне формируется костяк личностей, которые решили задачу по удалению батюшки царя императора из столицы. Через начальника генштаба Алексеева они добились отъезда царя 22 февраля в Ставку. Алексеев забросал царя телефонограммами с просьбой о личной встрече в Ставке для серьезного разговора. С отъездом царя проблемы с хлебом обострились. С февраля политическая ситуация меняется. Социалисты наравне с либералами выходят на политическую арену и подхватывают нарождающуюся народную активность и даже возглавляют ее. По улицам Петрограда перемещаются возбужденные толпы. Народ громит булочные пекарни с требованиями дать хлеба. Голодом граждан довели натурально до края. Осознав размах недовольства, к процессу начали подключаться представители всех слоев общества. Недовольство начало переходить в массовые стачки и забастовки по всей столице. К рабочим присоединились студенты, ремесленники, казаки и солдаты. Войска целыми подразделениями переходили на сторону восставших и громили полицейские околотки. 28 февраля поезд Николая II выехал из Ставки в Петроград. Но заговорщики предусмотрительно заблокировали дорогу и остановили поезд в Пскове. Под конец дня 1 марта состоялась встреча генерала Рузского с царем. До этого начальник генштаба Алексеев и председатель Государственной думы Родзянко убеждали царя отречься от престола. А 2 марта к нему прибыли представители Временного комитета Гучков и Шульгин. Эти двое разъяснили царю ситуацию в столице и предсоветовали успокоить восставших отречением. И тут царь внезапно осознал, что его предали. И 2 марта подписал акт об отречении себя и сына в пользу брата Михаила. Заговорщики немедленно встретились с перспективным Михаилом. Но Михаил был умным и, опасаясь за собственную жизнь, 3 марта подписал акт о своем отречении в пользу Временного правительства. Ну, до решения вопроса об образе правления в стране учредительным собранием. Уже в мае 1917 года влияние социалистических партий во Временном правительстве усилилось. На этой волне, поймав триумф, министр Керенский метался по фронтам и убеждал солдат в необходимости продолжать войну. Начавшееся в июне наступление при пятикратном перевесе русской армии вначале было успешным. Русские войска шли вперед. Но контрудар немцев взломал фронт, а разложившаяся армия в начале июля побежала. И только восьмая армия под командованием генерала Лавра Корнилова держала свой участок фронта. Генерала Корнилова тогдашняя пресса превозносила как настоящего героя. Провал на фронте усугубляло начавшееся 3 июля восстание большевиков. Большевики приняли решение воспользоваться моментом и свергнуть Временное правительство. Начались проблемы на национальных окраинах. В Финляндии, на Украине. В совокупности все это спровоцировало июльский кризис. А впоследствии восстание большевиков. Все эти события, особенно провал наступления, привели к обострению отношений между либералами и социалистами в правительстве. Ну и в итоге к его развалу. Что делать дальше не представлял никто. Все обвиняли во всем друг друга. И не могли договориться промеж себя вообще ни о чем. Хаос этот продолжался до октября 1917. Власть развалилась на маленькие группировки, каждая из которых начала действовать в своих интересах. Ну и после провала на фронте Керенский на место Брусилова назначает генерала Корнилова. 1 августа, в день своего назначения верховным главнокомандующим, Корнилов направил в адрес правительства телеграмму. В ней он излагал условия, при выполнении которых он готов принять эту должность. Корнилов потребовал невмешательства в его оперативные распоряжения и назначения высшего командного состава. А еще требовал распространения восстановленной на фронте смертной казни на тыл. Такие запросы вызвали первые серьезные разногласия между Керенским и Корниловым. Введение смертной казни в тылу, ограничение прав комитетов и комиссаров, расширение полномочий офицеров – все это казалось премьеру Керенскому слишком радикальным. Тут важно отметить, что Корнилов – это человек, который по большому счету от политики был далек. Корнилов был настоящим военным и основной своей задачей видел наведение порядка в армии. Дабы более системно изложить свои взгляды, в начале августа Корнилов прибыл в Петроград и принял участие в заседании Временного правительства. Увидев, что правительство не имеет четкой структуры и в целом недееспособно, он по возвращению назад в Могилев Корнилов вызвал с румынского фронта третий конный корпус и передвинул его под великие луки. Большинству военных сразу стало ясно, что корпус передвигается для похода на Петроград. Третьим конным корпусом командовал генерал Крымов. Генерал Крымов знаменит тем, что он был, наверное, самым убежденным военным, который принимал участие в заговоре против Николая Второго. Крымов натурально рвался в бой. Не было никаких сомнений в том, что если он дойдет до Петрограда с такой-то силой, он там всех перережет и перерубит. А кого не сможет, всех развесит на фонарных столбах. Через несколько дней Корнилов еще раз поехал в Петроград, где пытался убедить Керенского начать реформы и наводить порядок до добровольно. Но Керенский по-прежнему всего боялся. А Корнилов укреплялся в мысли о том, что нужно действовать военной силой, что Керенский дряблый, вялый и навести порядок не способен. Но Керенский, в свою очередь, боялся, что если сейчас начать наводить порядок, все станет еще хуже. Такое поведение Керенского было обусловлено еще и тем, что у него была запланирована грандиозная пиар-акция, в ходе которой он хотел продемонстрировать общественности устойчивость своего положения. Это было так называемое государственное совещание. По сути, это была конференция, на которую были приглашены самые широкие круги общественности, депутаты всех составов Госдумы, промышленники, военные, представители интеллигенции, представители иностранных миссий. Были запланированы выступления разных лидеров государства, с помощью которых Керенский планировал добиться некоего общественного согласия, что впоследствии не получилось. Причем он об этом даже не сказал Корнилову, что намечено такое мероприятие, а Корнилов узнал об этом сам и решил туда приехать, руководствуясь известным принципом, раз не завод, значит, точно надо ехать. И сперва вроде все шло хорошо, однако Корнилов своим появлением все испортил. В Москве он был встречен правыми кругами, встречен как спаситель. Когда генерал вышел из поезда, его подхватили на руки и понесли на руках. Далее он отправился к Иверской часовне, молиться Иверской иконе Богоматери. Было отмечено, что поступил он так же, как многие императоры. Да и вообще приезд Корнилова был обставлен чрезвычайно театрально. Тут включились в дело партнеры из британской военной миссии. Эти отпечатали брошюрку с биографией Корнилова, из которой следовало, что он спаситель России. Инфа сотка. Брошюрки раздавали бесплатно. По английские деньги. Короче, стараниями англичан и правых кругов Корнилов представал единственной надеждой страны на преодоление кризиса. А Керенский генерала демонстративно не замечал. Однако, послал к нему Юринева, одного из министров Временного правительства. Послал, чтобы договориться, ну, чтобы Корнилов в своем выступлении не касался политических вопросов. Типа, пусть выйдет, расскажет про армию, как он там воюет. Ну, чтобы никаких политических предложений не делал. Корнилов, естественно, послал Юринева куда подальше. Тогда Керенский сам позвонил ему вечером и попытался договориться. Ну, Корнилов сказал, что будет говорить в своей речи о том, о чем пожелает. Он произнес короткую и четкую речь. Рассказал о том, что армия разложена, привел конкретные факты убийства солдатами и офицеров, что произвело на собравшуюся публику впечатление шокирующее. Одним словом, нарисовал картину гибели страны и грамотно подвел к тому, что в стране необходимо срочно наводить порядок. Речь Корнилова произвела очень сильное впечатление. Керенский натурально впал в безумие. По свидетельствам очевидцев, с ним случилась истерика. Ну, если почитать текст его выступления, можно сделать весьма неожиданный вывод о том, что у Виталика Кличко были достойные предшественники. Керенский понял, что власть уходит из рук. В речи его содержались угрозы в адрес Корнилова. А генерала Корнилова, между тем, поддержали крупные представители бизнеса. В первую очередь Путилов и Вышнеградский. Корнилов им прямо сказал, что готовит захват Петрограда. Разгром советов. Но и для того, чтобы сделать все эффективно, внешних военных сил будет недостаточно. Готов выступить Крымов, но нужны еще и свои люди в Петрограде. А для того, чтобы поднять восстание в городе, нужны, ну, кто бы мог подумать, деньги. И вот тут Корнилов зашел с козырей и сурово задал вопрос. А вы готовы спасти Россию? Путилов и Вышнеградский сказали, что, конечно же, готовы. Что есть единомышленники, которые готовы профинансировать. Планировалось, что сначала наступает Крымов и так называемая дикая дивизия. После чего поднимается восстание в Петрограде. Ну, а там уже подойдет Корнилов со своими силами. Вот так была налажена связь между крупным бизнесом, который требовал действовать незамедлительно, и генералом Корниловым, который действовать был готов. Керенский все это прекрасно понимал. Но в тот момент был деморализован. И тут в игру вступает управляющий военным министерством Борис Савенков. Накал страстей крепчает. Савенков, очевидно, мечтал добиться согласия между Керенским и Корниловым. Он уговорил Керенского и тут же отправился в Ставку в Могилев договариваться с Корниловым. Произошло это 23 августа. Савенков объяснил генералу, что Керенский готов поступиться частью своей власти. Но тот, в свою очередь, должен был дать определенные гарантии. Разогнать большевиков, не устраивая при этом кровавую бойню в Петрограде. А чтобы гарантировать отсутствие кровавой бойни, потребовал убрать Крымова с поста командующего третьим конным корпусом и назначить кого-нибудь другого. При выполнении этих условий уже можно было искать компромиссы. Ну, наводить порядок, военную власть составить Корнилову, а гражданскую власть Керенскому. Корнилов, понятное дело, упирался и говорил, что Керенский ни на что не способен. Вы посмотрите, как там у вас в правительстве. Надо разогнать всю эту шушеру. В общем, худо-бедно они договорились и Савенков уехал в Петроград. Ну, а дальше происходит нечто странное. Либо это был такой очень странный сговор, либо, что, скорее всего, это была часть каких-то дурацких необдуманных действий и случайностей. В игру вступает бывший обер-прокурор Синода Владимир Николаевич Львов. Данный гражданин был знакомым Керенского, бывший депутат Госдумы. Знаменит он был тем, что слыл страшным путаником и вообще персонажем не от мира сего. Так вот, он явился к Керенскому, пока Савенков был в Ставке, и сказал, что будто бы против Керенского готовится страшная интрига, жуткая расправа. В общем, все пропало. Шеф, надо срочно примиряться с Корниловым. Ну, Керенский покивал, сказал, да-да, конечно, очень нужно. Из этого разговора Львов для себя почему-то понял, что именно он должен возглавить миссию примирения, которую на самом деле уже исполнял Савенков. Львов поехал в Ставку вслед за Савенковым и прибыл туда в статусе бывшего депутата Государственной Думы. Представился посланником Керенского, хотя Керенский его никуда не посылал. Но Львов решил взять инициативу на себя и начал уже повторно обсуждать с Корниловым вопрос спасения страны. Высказал свою точку зрения относительно того, что с его точки зрения возможны некоторые варианты. Корнилов сочувственно кивал и говорил, что возможны все представленные варианты. И тут они дошли до важного момента. Львов спросил, а как же может сложиться судьба Керенского? Ведь вы и говорите, что большевики готовят восстание в Петрограде. И Корнилов ему ответил, что не знает, но приглашает Александра Федоровича и Бориса Савенкова к себе в Ставку. Вот здесь им точно ничего угрожать не будет. Львов сказал, что идея прекрасная, а план надежный, как швейцарские часы. Я сейчас же передам это Александру Федоровичу. Верьте мне. И помчался поездом назад. Весь такой окрыленный. При этом Львов не знал о миссии Савенкова. А Савенков не знал о миссии Львова. В результате Львов приехал назад в Петроград и тут же заявился к Керенскому. Керенский от озвученных предложений натурально обалдел. И предположил, что Корнилов его обманывает. Ибо когда Петроград будет взят, они каким-то образом его все-таки уберут. Ну, либо уберут физически, либо отстранят от власти. И тогда Керенский цинично всех подставил. Назначил переговоры с Корниловым по аппарату Юза. Ну, это был такой суперсовременный телеграф того времени. Керенский приехал к аппарату первым. Связался с Могилевым. И начал задавать Корнилову провокационные вопросы. Все ли верно, что Владимир Николаевич мне передал? Посылали ли вы Владимира Николаевича? Говорили ли вы с ним? Корнилов на все соглашался. Ну, а дальше Керенский спросил, звали ли вы меня в в Ставку? И Корнилов снова ответил утвердительно. На этом переговоры закончились. По итогам беседы Корнилов был уверен, будто Керенский готов прибыть в Ставку и заключить договор о создании нового правительства. А Керенский решил, что Корнилов поджидает его в Ставке, чтобы арестовать. Керенский отдает приказ о смещении Корнилова с поста главнокомандующего и объявляет его заговорщиком. Ну, и Львова до кучи арестовали, как предателя революции. Керенский тут же организовывает грандиозную, ну, в этом он был мастак, пиар-кампанию «Революция в опасности». Берет совет и советские органы к себе в союзники. А Корнилов, который, по сути, даже и не понял еще, что происходит, сразу становится врагом государства. И даже Николай Второй, когда прочитал в газетах о том, что Корнилов предатель, сказал, это Корнилов-то изменник. Ну, даже бывший император от такого поворота событий, мягко говоря, обалдел. Как только Корнилов понял, что его кидают, он тут же объявил, что это предательство Родины и надо срочно выступать на Петроград. В конце августа 1917 года Корниловские войска в составе третьего кавалерийского корпуса и так называемой «дикой дивизии», состоявшей из отважных ингушей и Черкесов, под командованием генерала Александра Крымова, довинулся на Петроград. Взбешенный Керенский счел, что его предали, и немедленно телеграфирует Корнилову с предложением сдать командование и прибыть в столицу. Генерал недоумевает, а как это так вышло? Ведь изначальные договоренности были другими. Сперва он думает, что решение Керенский принял под давлением советов, а значит, принимать его в расчет не следует. Но тут Керенский выступил, как говорится, на все деньги. Закрепил все официальным заявлением в газетах. Начиналось оно так. 26 августа генерал Корнилов прислал ко мне члена Государственной Думы Львова с требованием передачи временным правительством всей полноты военной и гражданской власти с тем, чтобы им по личному усмотрению будет составлено новое правительство для управления страной. Все это прямым текстом указывало на то, что Корнилов мятежник. Понятное дело, к нему выдвинуто требование остановить продвижение войск генерала Крымова на столицу. Генерал, само собой, от всего отказался и начал в ответ жечь глаголом. «Русские люди, великая родина наша умирает, близок час ее кончины. Вынужденный выступить открыто, я, генерал Корнилов, заявляю, что Временное правительство под давлением большевистского большинства советов действует в полном согласии с планами германского генерального штаба и одновременно с предстоящей высадкой вражеских сил на Рижском побережье убивает армию и потрясает страну изнутри. Я, генерал Корнилов, сын казака-крестьянина, заявляю всем и каждому, что мне лично ничего не надо, кроме сохранения великой России. И клянусь довести народ путем победы над врагом до учредительного собрания, на котором он сам решит свою судьбу и выберет уклад новой государственной жизни. Придать же Россию в руки ее исконного врага, германского племени, и сделать русский народ рабами немцев, я не в силах. И предпочитаю умереть на поле чести и брани, чтобы не видеть позора и срама русской земли. «Русский народ, в твоих руках жизнь твоей родины». Понятное дело, такой пламенный заход не мог оставить граждан равнодушными. В ряды Корниловцев стали переходить многие представители военной элиты, союз офицеров и командующие четырьмя фронтами российской армии. Керенский в панике пытается выйти на переговоры, но его отговаривает окружение. Убеждают, в войсках вам уже вынесен смертный приговор. Тогда приходится искать помощи у социалистов. Большевистские агитаторы убеждают ряд восставших частей сдаться. Рабочим Петрограда раздают оружие для сопротивления корниловцам. Начинают формироваться бригады Красной Гвардии. Керенский выходит на контакт с Крымовым через его приятеля, полковника Самарина, и предлагает переговоры в Петрограде, ведь на момент разговора город еще не захвачен большевиками, как думали многие. Крымов соглашается, но вместо переговоров ему в ультимативной форме предлагают сложить полномочия. Осознав безнадежность своего положения, генерал Крымов, не дожидаясь трибунала, застрелился. Планы Корнилова серьезно нарушились. Его основные силы оказались блокированы и дезориентированы. Но бежать генерал отказывается. И тут в дело вступает генерал Михаил Алексеев, назначение которого тоже прошло не без интриг. Он и так не верил в успех выступления Корниловцев. Но теперь разуверился окончательно. И согласился стать начальником Ставки у Керенского. А после и арестовать самого Кормилова. Он считал, что так обеспечивает безопасность генерала и его сторонников. Ну, а в итоге, как нетрудно догадаться, мятеж провалился. Вот сколько общего между событиями тех дней и событиями дней наших. Ну, тут можешь прикинуть сам. Ясно ровно одно. Вооруженные перевороты в военное время – это всегда новые и огромные жертвы. Вот надо ли нам такое сейчас? На мой взгляд, ответ очевиден. На сегодня все. До новых встреч!